Как работает схема «Ваш родственник попал в ДТП»? Можно отследить по этим кадрам. К пожилым супругам на перспективную подъезжает водитель службы такси. Он забирает посылку с деньгами у пенсионера, после чего передает его курьеру. По пути, пока ехал на адрес, позвонил клиент, кто заказывал. Мужчина, да? Мужчина, да. Сказал, что поднимитесь, теща вам передаст, документы мне нужны кое-какие у нее остались, бумаги кое-какие. Вынес пожилой мужчина, то есть лет где-то 70, вот так вот, коробочка, сантиметров 20 на 10 на 10, такая, ну, картонная. Она была запаковано, перемотная? Перемотная, скотчем, стального цвета скотч. Курьер, 19-летний житель заводского района, нашел объявление о работе в одной из социальных сетей. Предложение показалось заманчивым и ему, и 22-летнему товарищу. К обязанностям приступили в тот же день. Мы вместе забирали посылки эти. Что в посылках было по моему делу? Да вещи какие-то старые просто, все, завернутые только деньги. Что вы все не делали? Ну, забирали этот пакет, отходили, разворачивали, считали деньги, шли в банкомат кладем. 28 тысяч мы заработали. 15 первый раз, потом 13. Уже на следующий день курьеры получили посылку с деньгами в 300 тысяч рублей. 82-летний пострадавший был уверен, передавая их, спасает родственник от уголовного преследования. Водитель такси говорит, что именно забирал с улицы Уфимцева, не знал. Я приехал на адрес, прежде чем подъезжать к адресу, мне позвонил неизвестный номер, сказал, что выйдет мой отец, но это передаст мне личные документы и вещи. Я забрал, получается, черный пакетик, небольшого размера, то есть перемотанный скотчем. Ну, как бы мне сказали, что там личные вещи, то есть я не знал, что я везу что-то ценное. По версии полицейских, подозреваемые могут быть причастны к двум фактам обмана пожилых жителей поселка Солнечный. Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей. Роли каждого саратовца в этой схеме будет дана правовая оценка, согласно нормам Уголовного кодекса. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев, дежурная часть Саратов.